Новые подробности о памятнике Жукову. Монумент не заменили на новый, вместо него на постаменте появилась копия, уточнили в Мосгорнаследии. Оригинал отправился на реставрацию, будет остановлен на свое место к 75-летию победы в Великой Отечественной войне. Ранее телеграм-канал «Архитектурное излишество» опубликовал фото демонтажа памятника, сообщил, что его заменили на новый. Копия, помещенная на постаменту исторического музея, к слову, сильно отличается от оригинала. Фигура коня выполнена в других пропорциях, а Жуков держит правую руку у козырька. Воинское приветствие. У прежней скульптуры маршала рука была опущена. В Мосгорнаследии не уточнили, означает ли это, что оригинал памятника тоже изменится. Пока известно только, что монумент требовал серьезной реставрации, говорит заслуженный архитектор России, академик архитектуры Лев Лавренов. Никто его не собирается убирать. Идет соответствующая реставрация, и ничего страшного. Получается, его уберут, отреставрюют и на место поставят? Да, конечно, на место поставят. К имени Победы он будет стоять. А насколько будет реставрация кардинальная? Насколько вообще памятник требует внимания? Я знаю одно, что он простоял уже сколько? Терри десятка лет, надо его отреставрировать. Там, в общем, что-то утраченное, боюсь сказать, плохого качества было от Левка в свое время. Лев Лавренов. Судя по фотографиям, опубликованных в соцсетях, визуальный демонтаж памятника выглядел устрашающе. Чтобы снять скульптуру с постамента, на шею накинули петлю, а коню отпилили ноги, и вот так по частям монумент сложили и увезли. Оригинальный памятник Жукова вызывал много нареканий у профессионального сообщества, сказал бизнес-фэм-историк-москвовед, основатель телеграм-канала «Архитектурное излишество» Павел Гнилорыбов. На самом деле мы первыми опубликовали эти фотографии в сети. Совершенно, как бы, на самом деле, интересная ситуация. Фактически центральная площадь страны, пусть не такое раннее утро, но вообще никакой информации. То есть гражданам уже настолько постфактум сообщают о памятниках, что мы вынуждены теряться в гадках. К этому памятнику были претензии даже в цеховой среде. Там лошадь анатомически, ну, невозможная. Ноги у Жукова слишком короткие. Скульптор Вячеслав Михайлович Клыков очень хороший специалист, но боялся, что его запомнят именно по этому неудачному Жукову. Потому что памятник, ну, очень спешно ставили перед юбилеем Победы. И он сам, насколько я понимаю, при жизни высказывал идеи постамента убрать и как-то доработать. Павел Гнилорыбов. Монумент Жукову работы скульптора Вячеслава Клыкова установили на Манежной площади в 95-м году, к 50-летию Победы. Место для памятника выбирал личный Ельцин, который позднее не принимал предложение премьеры Черномырдина перенести в установку на Поклонную гору. Сын автора памятника Жукову, тоже скульптор Андрей Клыков, заявил изданию подъем, что московские власти с ним не согласовали демонтаж скульптуры. Цитата. «Я в шоке. Никак со мной не согласовывалось. Мы новый памятник не делали. Я пока еще не знаю, буду ли куда-то обращаться. Я сейчас буду пить корвалол. Это чье-то самоуправство», так сказал Андрей Клыков. Демонтаж памятника стал полной неожиданностью и для председателя комиссии по монументальному искусству при Мосгордуме Игоря Воскресенского. Вопросы реставрации не входят в наши компетенции. Мы даже не знаем, когда и какие объекты подвергаются реставрации и в какие сроки. Но я сам услышал об этом. Для меня это был шок, что взяли и убрали, разобрали. А потом я в интернете увидел лежащие куски. Так что есть авторское право, есть наследники по авторству. Вопрос не такой простой. А вы не знаете, на чем балансе-то такие вопросы находятся? Департамент наследия курирует в Москве установку не только памятников с точки зрения памятники, архитектуры и так далее, культуры, но и монументальные произведения. Это их полномочия. На балансе они не держат, они занимаются правовой и юридической стороной вопроса. Баланс. Но сам памятник федерального значения. И без федералов такие вещи не делаются. Так что это такая цепочка взаимных отношений внутри и вне ведомства. Я сам архитектор и автор целого ряда памятников в Москве, Александру Первому и Александру Второму. Для меня это вообще был эмоциональный взрыв. Как такой может быть? Игорь Воскресенский на Бизнес.ФМА продолжает выяснять подробности о том, куда делся оригинал памятника Жукова и как он будет выглядеть после реставрации. Игорь Воскресенский на Бизнес.ФМА. Игорь Воскресенский.ФМА. Игорь Воскресенский.ФМА. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА